Ну что говорите, санкции не действуют? Рассказываю. Мы уже не раз с вами обсуждали конец различных предприятий, которые принадлежат Лукашенко. Это и БелАЗ, это и МАЗ и прочее. Но вот особо показательным является именно авиакомпания БелАВИА, потому что БелАЗ и МАЗ все-таки попадают под санкции де-факто с 8 декабря и там еще все не полетело крептормашками, а полетит только 8 декабря. Ну позже, начнет лететь крептормашками, а там где-то, я думаю, к февралю они вообще позакрываются вообще. А вот БелАВИА уже полетела кувырком, просто потому что она гораздо больше зациклена под понятное дело на Европе, на Штатах. Ну на Штатах нет, конечно, на Европе. В Штатах у них никогда не было самолетов, которые туда могут долететь. А на Европе они конкретно были зациклены, летали в Европу постоянно и вот им это все прекратили. И самое главное, они попали под санкции, то есть санкции БелАВИА я уже рассказывал, это запрет лизинга, запрет продажи всяческих запчастей, запрет обслуживания в аэропортах, запрет залета в определенные зоны и так далее, и так далее. То есть летать они де-факто никуда больше не могут и самолеты становятся не нужны. И вот к чему я имею в виду, что Беларусь приземлила и продает свой первый Боинг из тех, которые у нее были. Это довольно большой Боинг, 737-500. Летать некуда, есть экипаж, есть стюардессы, есть все, а вот летать больше некуда на этой машине, увы и ах, сейчас ее продают. И второй Боинг точно такой же, у них остается еще один Боинг вот этого класса 737-500, он будет продаваться, будет выведен из эксплуатации до декабря месяца, напомню, в декабре вступают все санкции в силу и соответственно то же самое пойдет то ли под нож, то ли под, ну какой нож, будут его продавать, причем продавать по дешевке, понятное дело, что никто за полную цену в Беларуси покупать не будет, потому что, ну понятное дело, страна под санкциями, как только страна под санкциями, все товары, которые она производит, все, что она делает, все, что она продает, падает в цене и дай бог, если там удастся за него выручить процентов 75 стоимости, де-факто, я так думаю, процентов 40-50 возьмут и будут подпрыгивать от удовольствия, что получили хотя бы эти деньги. Увы, это прелести санкционной жизни, когда ты изгой, когда ты пария, ты ничего не можешь нормально продать, покупают у тебя только те, кто не боится сам попасть под санкции, таких людей немного, таких компаний немного, это можно будет продать куда-то, я не знаю, в Африку может быть этот самолет, а денег у них нету, они там могут даже и пообещать рассчитаться, никогда не рассчитаются, просто потому что денег там, ну нет, увы я. Вот, и вот вам очередной пример того, куда заводит лукономика и куда ведет Лукашевску всю страну вместе с собой. Он, наверное, думал, что он самый умный, самый могучий, самый сильный, а в результате оказалось, что он просто директор колхоза, который непонятно как попал на такую вот должность. Все.